В Ненецком округе не зарегистрировано заболевших новым коронавирусом. Тем не менее, эпидемиологическая ситуация находится под личным контролем главы региона Александра Цибульского. Двумя днями ранее в силу вступило постановление об отмене всех массовых мероприятий. Работодателям рекомендовано отправлять сотрудников к врачам при проявлении любых симптомов. Алина Ваучейская продолжит тему. Защита от ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Ненецком округе ведется, как говорится, по всем фронтам. Так, с 18 марта в Роспотребнадзор из главного управления МВД России будут поступать списки с фамилиями жителей региона, пересекающими границу. Прибывшим в Ненецкий округ из зарубежных стран необходимо уведомить о своем возвращении лечебное учреждение, после чего к обратившемуся придет медицинский работник и проведет необходимый осмотр. На сегодняшний день находится 26 человек на самоизоляции. Это граждане, бывшие из Таиланда, Доминиканы, Индии и Финляндии. Все лица, которые находятся на самоизоляции, они обследуются в первый и десятый день, если у них нет никаких симптомов. Если есть еще какие-то симптомы, то эти лица будут обследоваться на первый, десятый и двенадцатый день. Обследование проводится на базе лаборатории БОС Центра гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе. То есть здесь, на территории нашего округа, все сомнительные тесты будут направлены в референс-центр «Вектор». Всем находящимся на самоизоляции весь период, а это 14 дней, необходимо находиться дома. Покидать жилую территорию запрещено. В случае необходимости, например, для приобретения продуктов питания, в регионе привлекут к помощи волонтеров. Для добровольцев действуют особые меры при оказании помощи гражданам. Они направлены на недопущение прямого контакта с теми, кто помещен на карантин. «Мы этот вопрос прорабатывали, в том числе будет осуществляться контроль за нахождением дома, в том числе и сотрудниками ОМВД полицейскими. У нас уже один случай зафиксирован, когда один человек вернулся из-за рубежа и решил погулять. Но сразу же это все пресекли сотрудники полиции. И хотелось бы все-таки обратиться к гражданам, чтобы ответственно относиться, потому что если есть режим самоизоляции, то Роспотребнадзор выносит предостережение. Как минимум, за это тоже есть наказание, когда не соблюдается режим самоизоляции». Вместе с тем, из-за превышения эпидпорога по ОРВИ в Ненецком округе закрыты на карантин все школы и некоторые детские сады или группы в них. «Детские сады и дошкольные образовательные организации у нас приостанавливают деятельность при заболевании более 20% либо полностью учреждения, либо какие-то отдельные группы. На сегодняшний день у нас приостановлена деятельность в детских садах поселка Хрута, посёлка Индига, посёлка Харивер, посёлка Нальминоз, посёлка Тельвиска. И также отдельные группы в детских садах Солнышко, Ромашко, Аннушко». Детям рекомендовано активно гулять, но не собираясь большими группами, а взрослым следить за своим самочувствием. В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, временные изменения внесены и в работу офисов «Мои документы». Специалисты МФЦ в Нарьинмаре и посёлки Искателей будут принимать граждан только по предварительной записи. «Это вынужденные меры, я думаю, что всё-таки это ненадолго будет. Но жители, в общем-то, не лишаются возможности подать документы в наши центры, но только путём не живой очереди, а предварительной записи. Запись предварительная у нас может осуществляться как по нашему телефону прямой леднии 2.19.10, как через наш официальный сайт, то есть можно и через мобильное приложение и непосредственно прийти к администратору зала, зайти и записаться здесь». Ситуацию держит на личном контроле глава региона Александр Цибульский. Так, 18 марта под его председательством прошло совещание по вопросам противодействия появлению и распространению коронавируса на территории Ненецкого округа. В нём приняли участие руководители органов региональной и муниципальной власти, руководство Роспотребнадзора и окружной полиции, представители прокуратуры, Росгвардии и других ведомств. В ходе совещания было рекомендовано постоянно вести работу с руководителями подведомственных учреждений и организаций на предмет необходимости санитарной обработки помещений.